Привет, на связи Техноарена. Сегодня я подготовил топ лучших смартфонов для игр, которые стоят не дороже 300 долларов. Первое место топа Redmi Note 12 Pro. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 732G, что дает ему достаточный запас мощности на несколько лет вперед. Сам девайс тонкий, рамки небольшие, это может быть как плюсом, так и минусом для геймера. Закругленный корпус удобно лежит в руке. Камера оформлена без мешающей челки. Разъем миниджек позволяет играть в любых проводных наушниках. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Батарея продержится около суток при обычном сценарии использования. Кстати, в комплект уже входит быстрая зарядка на 67 Вт. Ты сможешь заряжать аккумулятор до 100% всего за 45 минут. Почти все модели рейтинга имеют AMOLED-дисплей, поэтому я сразу расскажу о его особенностях. Матрица на органических светодиодах не нуждается в дополнительной подсветке, что повышает энергоэффективность смартфона. Также AMOLED имеет ускоренный отклик, что особенно важно для игр. Диагональ экрана у Redmi 6,67 дюйма. Разрешение стандартное для смартфонов в такой ценовой категории Full HD+, как и частота обновления 120 Гц. Недостатков у Note 12 Pro немного, но они есть. Олеофобное покрытие меня не порадовало. Отпечатки остаются и плохо стираются. Шим также присутствует при яркости 50%. Коэффициент пульсации составляет 40%. Функции устранения мерцания в настройках нет. Продается такой смартфон примерно за 26 тысяч рублей. Выбираешь мощный, но недорогой смартфон для игр, в описании под этим видео ты найдешь проверенные ссылки на все модели из сегодняшнего топа. Воспользуйся ими, чтобы уточнить цены, узнать подробные характеристики и изучить отзывы. И не пропусти промокод, который поможет получить скидку на выбранный девайс. Про-версия Poco X5 превосходит базовую по многим параметрам. Именно ее я поставил на второе место топа. На смартфоне практически полностью отсутствует шим, даже на очень низких уровнях яркости, а два мощных стереодинамика отличаются достаточно чистым звуком. Производитель также не забыл и про разъем миниджек. Диагональ экрана такая же, как у первого места. Как ни странно, экран 6,67 дюйма встречается у четвертой и седьмой отобранных мной моделей. Кстати, при использовании быстрой зарядки батарея емкостью 5000 мАч заряжается до 80% менее чем за 30 минут. Процессор Snapdragon 778G – еще один плюс устройство. Если ты предпочитаешь игры с тяжелой графикой и любишь тестировать игровые новинки, девайс вполне тебе это позволит. Это самый производительный смартфон в моей подборке. Купить его можно где-то за 28 тысяч. Слот для карты памяти здесь отсутствует, придется обходиться встроенным 256-гигабайтным. Из-за узких рамок и прямых углов корпуса долго держать девайс во время игры не очень удобно. Если интересуешься мобильными гаджетами и технологиями, подписывайся на канал Техноарена. Здесь тебя ждут обзоры на самые крутые новинки. Ставь лайк этому выпуску и оставляй свое мнение в комментариях. Обратная связь помогает мне делать новые видео еще интереснее для зрителей. Если у тебя есть вопросы по выбору смартфона, задавай, я обязательно отвечу. Третье место топа – базовый Poco X5 5G. Он также оснащен батареей емкостью 5000 мАч и работает на базе процессора Snapdragon 695 5G, позволяющего играть на средних или максимальных настройках, в зависимости от сложности игровой графики. Но по уровню производительности он уступает Redmi Note 12 Pro, хотя стоит примерно так же около 26,5 тысяч рублей. Кстати, встроенная память на 256 гигабайт и возможность пользоваться SD-картой до 1 терабайта дает возможность не ограничивать себя в играх. Загружай что хочешь, места хватит. К сожалению, производитель решил сэкономить на динамиках. Звук здесь моно, причем достаточно тихий. Хотя стандартный разъем для наушников позволяет исправить ситуацию. Посередине моей подборки оказался Honor X9A, очень похожий на предыдущую модель. Интересен смартфон не только процессором Snapdragon 695, но и с угнутым защитным стеклом с эффектом водопада. По заявлению компании Honor, дисплей сделан из стекла повышенной прочности, которая выдерживает сильное боковое сдавливание и падение на каменный пол. Честно сказать, я не решился проводить настолько экстремальных тестов, так что это заявление останется на стоимости производителя. Диагональ экрана 6,67 дюйма, шим при снижении яркости отсутствует. Яркий дисплей и быструю зарядку можно назвать однозначными плюсами. Игры на средних настройках идут достаточно шустро. Если ты не любитель топовых новинок, то запаса мощности чипа на ближайшие несколько лет тебе точно должно хватить. Отдельно хочу отметить классный дизайн смартфона, блок камер в виде кольца, это красиво и очень удобно. Девайс ровно лежит на горизонтальной поверхности. Звук моно очень тихий и так себе по качеству, стандартного разъема под наушники также нет, как и слота для карт памяти. Купить смартфон можно примерно за 27 тысяч рублей. Huawei Nova Y91 единственный смартфон в подборке, который имеет матрицу IPS. Причем очень внушительную по диагонали 6,95 дюйма. Жидкокристаллический дисплей имеет лучшие углы обзора и более точную передачу, чем AMOLED, но по скорости отклика он немного уступает. Тут уж каждый сам решает, что ему важнее. Динамики стерео, звук громкий и четкий, с различными басами. Huawei Y91 отличился не только дисплеем. Батареей емкостью 7000 мАч хватает на 7-8 часов беспрерывной работы или 2 дня в режиме ожидания. Цена тоже порадовала, купить телефон можно примерно за 24 тысячи рублей. Недостатки у аппарата тоже есть. Частота обновления составляет всего 90 Гц, хотя это положительно сказывается на автономности девайса. Huawei Y91 работает на базе Snapdragon 680. По уровню производительности он уступает уже рассмотренным моделям, но для игр на средних настройках этого вполне достаточно. Смартфон не имеет предустановленных Google сервисов, но возможно для кого-то последнее будет скорее плюсом, чем минусом. Шестое место Samsung Galaxy A34. Это стабильный середнячок, который работает на базе Mediatek Dimensity 1080. Он уступает по производительности только Snapdragon 778G из всех представленных моделей. Кстати, Galaxy A34 – самое защищенное устройство обзора. IP67 позволяет без проблем брать девайс мокрыми руками. Дисплей смартфона Super AMOLED с диагональю 6,6 дюйма. Это усовершенствованная версия стандартного AMOLED, которая обеспечивает повышенную четкость, яркость и глубину изображения. Однозначные плюсы девайса – отличные стереодинамики, функция оптической стабилизации при фото и видеосъемке, а также возможность использовать карту памяти. Но производитель, как всегда, пожадничал и не положил зарядку. А продается такой Samsung примерно за 30 тысяч. Camon 20 Pro 5G от набирающей популярность компании Tecna – неплохой смартфон для игр в своем ценовом диапазоне. Я бы даже сказал, что лучший, ведь чип Dimensity 8050 – самый производительный из всех, про которые сегодня шла речь. Правда, есть одна важная оговорка – оболочка своеобразная, к ней надо привыкнуть. Есть много лишних настроек и в общем прошивка сыровата. Возможно, будущие обновления решат проблему. Диагональ экрана 6,7 дюйма. Корпус девайса совсем прямоугольный, лично мне не зашел, но тут уже на любителя. Полноценной пыли и влагозащиты у устройства нет. Задняя панель из-за кокожи выглядит стильно, надеюсь, она не будет стираться. Благодаря функции программного охлаждения аккумулятор почти не греется, ну а ценник в 25 тысяч рублей, на мой взгляд, девайс вполне оправдывает. На этом все. Спасибо за просмотр, надеюсь, что ты нашел среди моей подборки свой идеальный смартфон. Напоминаю, что ссылки на все девайсы сегодняшнего топа ты найдешь в описании к этому видео. И не пропусти промокод. Ставь лайк, если подборка тебе понравилась и напиши в комментариях, согласен ли ты с моим рейтингом. Подписывайся на канал Техноарена, чтобы не пропускать новые видео.